Дорогие друзья, я решила сегодня сделать перестановку, перевести Нюру к девочкам в комнату вот сюда. Мы тут уже все разобрали, Люша освободила стол, сейчас будем все двигать, мебель все двигать. Нюрю на кровать сюда принесем. Ну, чем мне еще заняться, когда муж на сутках, понимаете? Нечем, муж просто нечем. Вот, поэтому решила подвинуть все. Пианино подвинем, стол Люши на кокошку поставим. Надеюсь, получится красиво. Сейчас буду вам показывать, как мы это будем делать. Детки мне помогут. Лука, будешь помогать мне мебель двигать? Да. Ну, конечно. Малую маму. Да, малую, Шимон, ты поцарапался, что ли? Давай поцелуй. Ну вот, так что погнали. Вот отсюда будем перевозить Нюрину кровать. Одну часть дети уже перетащили. Поле тащит матрас, как видите, да? С Мартином на пару. Два лодыря. Вот, видите, Лука уже начал двигать все. Пока такой бардак у нас здесь. Тише пытается что-то строить. Лука, оставь, сначала там место освободим, потом будем тащить туда кровать. Поль, вы белье хотя бы на кровать сложили. На другую. Как я уже говорила в каком-то из видео, я очень люблю двигать мебель. Мне нравится вот это перестановки делать. И так, чтобы, знаете, вот прям я посмотрела и мне понравилось в комнате. А когда мебель стоит вот так вот месяц, два, полгода, год, ну, как-то она уже надоедает и хочется что-то поменять, чтобы что-то посвежее было. Потому что комнату, когда, знаете, ее по-другому обставишь, она выглядит по-новому. Мартин, Мартин мой. Мой Мартин. Кто там, кто? Привет вам. Привет. Ну и наши дети, конечно же, видя свою маму такую, они никогда не против мне помочь. Они, наоборот, иногда даже просят, но старшие, мама, давай вот это туда подвинем. Или, мама, давай вот это поменяем. Им тоже интересно что-то менять в комнатах. И меня это даже радует, потому что, когда детки пытаются создать свой уют, значит, у них есть свой какой-то вкус, своя индивидуальность. Пускай пробуют и делают. Лучше так, чем сидеть, сложа ручки. Тут, конечно, мы с Полиной немножко переоценили свои силы. И, конечно же, фортепиано нам не поддалось, чтобы его подвинуть. У нас не получилось ничего. Мы решили освободить от книг его, и все равно ничего не получилось. Пианино какое-то очень тяжелое оказалось. Вообще, мне однажды советовала моя знакомая, если я соберусь что-то двигать, намазать пол мылом. И тогда все будет прекрасно ездить, двигаться, и даже не надо будет усилия прикладывать никакое, просто направлять мебель куда нужно, и все. Но я подумала, что для фортепиано это все равно не поможет ничего. Ну, в общем, кое-как мы подвинули фортепиано, и уже дальше расставили мебель, как нам было нужно. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это, мне кажется, в наше время и в нашем обществе очень важно, и, к сожалению, это встречается редко, так что пускай они этому сейчас учатся и будут пользоваться этим в жизни. Музыка 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 Просто с малышами книжечку читать отличное место. Там сыр. Сейчас мне Федя весь разберет. Нам привезли сыр. Сейчас он нам его поможет разобрать, конечно. Молодец, Федя. Федя, Федя. Ты что там делаешь? Ты что натворил, малыш? Музыка Ой, скажешь, довольный такой. Ну, вот такая красота получилась. Ну, вот такая вот перестановка у меня получилась. Здесь я просто убрала. Все вычислилось под диваном, выгребла. Просто навели порядок здесь в коридорчике. Мартин вот очень старался. Мартин! 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 Ты что уши свои завернул? Ну-ка разворачивай давай. Вот, у девочек получилось. Пока вот так. Еще пианино не разобрали. Сейчас разберем. Ну, вот тут вот три кроватки у них будут стоять. Нормально. И вот тут столики их. Они уже на них порядочке навели свои. Красоту свою навели. Вот. Тут будет стоять пианино. Потом, когда приедет Нюрин стол, мы сюда поставим стол. Подвинем пианино. Уберем отсюда этот стеллаж. И будет вообще всем, всем будет радость. Вот. А дальше я сейчас вам покажу, как у меня у малышей. Ну, у малышей я уже показывала. Так что, ну, вот такая вот перестановочка получилась у меня. И чистый, наконец-таки чистый наш коридор. А вот он Мартин. Мартин, ты что там съел? Игрушку для собак, говорят. Не разживет, не разживет. Вот, видите, вот что произошло. Все он разжевал. Все, все разжевал этот Мартин. Мартин. Мартин, уши разворачивай свои, давай. Не реагирует вообще. Мартин уже молодец. Он ходит на пеленочку у нас, если дома. А так на улицу мы его выводим. Он уже все дела свои на улице делает. Да, Мартин? Мы вышли с детками гулять. Погода, конечно, чудесная для детей. Они вон, смотрите, что они делают. Они просто копают и копают. Федя, ты там как? Ухо на улице. Сейчас надо брать ухо срочно. Чего я говоришь? Вот, смотрите, Алеша пришел с лопатой. О, какая у тебя куча на лопате. Молодец. Давай, давай, горку строй. Чудесная прогулка. Ой, аккуратно, аккуратно. Видите, Нюра, сколько вам снега подает много. Лука там тоже накопал. Лука, ты молодец. Алеша, у тебя такая гора уже большая прям. А у Нюры, смотрите, она там туннель прорыла. Берлога целая. Вот, смотрите, какая глубокая. Нюра, ты молодец. Я провалилась? Нет, пока нет. Кошмар, я в коротких ботинках вышла. Провалилась. Смотрите, какая глубокая там дыра получилась. Ужас. Устал? А что это дело-то? Копал? Такую траншею прокопал, да? Ого, сколько много. Копал. А ты зачем копаешь-то? Давай машины ездили. А, чтобы машины ездили? Да. Молодец. Итак, дорогие друзья, дети укладываются спать. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Видите, Алеша с Федей на одной кровати. Федя пришел к Алеше в гости. Ой, у них так хорошо в комнатке. Прям детская комнатка такая. Тишуня тут еще сольфеджио доделывает. Видите, какой молодец он. Улечка. Алешенька, ты не мешай, тише. Пусть он доделает, ладно? А ты ложись спать, Нюрочка. Нюрочка, идем к тебе в комнату, покажешь нам, где ты будешь спать сегодня. В какой кроватке. Лукася, Лука, давай быстренько слезай тоже в кроватку. Иди. Вот здесь, девочек, комната Нюра уже свою кроватку расстелила. Давай, ложись, доченька, спать. Я на часики поставила. Молодец. Ложись в кроватку. Люша тут еще уроки доделывает. Люша, давай уже спать пора. В общем, вот так вот и получилось у нас. Сегодня переставить все. Во как. Вот сегодня проходила мимо фамилии. Решила дать загляну. Не могу же я не заглянуть в такой магазин. И вот такую курточку нашла Куома. Очень такая она толстенькая, тепленькая. Прям такая, знаете. И цена у нее, мне показалось, достаточно хорошая. Вот, смотрите. Мне прямо она понравилась. Она на Алёше хорошо сидит. Но можно, в принципе, и Лукасику ее одевать. Будет ему тоже хорошо, мне кажется. Вот я ему одела. И тому, и тому. Лукья чуть-чуть великовато. Так Алёше хорошо. Вот такие кроссовочки купили Люше. Сегодня ездили в Рженикидзе. Там дисконт самый большой. Вот Рибаки ей взяли. Вот такие очень удобные, она говорит. Прям девочка, девочка. Теперь она у нас. На физкультуре бегать вот такими кроссовочками будет. Как вам, ребят, понравились? Мне кажется, очень миленькие. Прямо к подлюшу подходят. Сейчас покажу, какие Полине взяли. Вот такие взяли Полиночки. Они такого цвета. Айвори, мне кажется, молочный такой цвет. Сейчас она придет, померит их. Но мне кажется, ей тоже они подойдут. Прямо очень качественные. Тоже вот там же в Рженикидзе взяли. И стоили они не очень дорого. Вот эти стоили 2400. А Алёшина стоили 3000. Так что вот. Ой, тут даже нам кнопку оставили. Смотрите-ка. От магнита. Хорошо, магнит не оставили. А то ходила бы пищала везде. Ну, вот такие вот у нас обнову девочек. Для физкультуры. Еще взяли вот такую куртку Люши. Потому что ее голубенька, которую мы брали в Юникло. Поскольку она одна, она уже запачкалась. Надо ей вот на сменку было. Что-то мех мне вот этот не очень нравится, конечно. Я бы его сняла. Но это как Люша заходит в Колумбия. Видите, она внутри такая серебристая. Типа супер теплая она. Как говорят у них там. Вот это покрытие какое-то очень мега теплое. Вот видите, цена тоже 3000 рублей. У этой курточки. Она очень теплая. Нам сказали. Люшеньке цвет понравился. Такой он фуксия. Цвет фуксия. Не очень длинная. Есть кармашки. Манжетики тут тоже есть. Вот такие, видите. В общем, ей на сменку вот такая курточка у нас теперь есть. Матин, ты пришел с гулянки? Все, нагулялся? Спать будешь всю ночь? Да? Ругаться не будешь ночью? А когда я уложила деток, тогда и началось самое интересное. Наконец-то я смогу спокойно в тишине убраться на кухне. Кухня это вообще самое любимое место, наверное, любой хозяйки в доме. Кстати, хотела вам рассказать. Недавно наткнулась на интересное видео с канала «Деревня. Состояние души». Ведет этот канал Ирина, мама четверых деток. Так вот, она там рассказывала, как очень любит готовить ночью. Потому что ее никто не дергает, не мешает ей, никто не пищит под боком. В общем, никто не мешает сосредоточиться и полностью отдаться процессу готовки. Именно готовки, представляете? И я поймала себя на мысли, что раньше я тоже любила готовить ночью. Ну, не то, что прям любила, а я просто готовила время от времени, я готовила ночью. А теперь вот не готовлю вообще. Ну, редко я могу вечером кашу поставить на ночь, ну, там, сварить на ночь кашу и все. А дальше все супы и все остальное я готовлю днем. А если готовишь ночь, то, конечно, освобождается у тебя целый день. У тебя есть куча времени днем. Ты можешь что угодно делать, ты можешь отдыхать с детками, ты можешь и поразвлекаться с детками. В общем, время у тебя освобождается днем. А я стала как раз-таки ночью убираться. Мне как-то это удобней. Ну, знаете, как-то время чисто для себя я так провожу. Это прям очень нужно, чтобы в полной мере насладиться таким любимым процессом, как уборка. Можно прям все досконально, все спокойно, без всяких откладываний сделать и со спокойной, как говорится, душой и совестью пойти лечь спать. Ну, в общем, очень прошу вас заглянуть на такой канал спокойный и посмотреть видео какое-нибудь. Выберите хотя бы одно или несколько. Ну, это кому интересно. Это я чисто вам от себя советую. Никакая это не реклама. Ну, это чисто от меня. Я вот просто посмотрела, решила с вами поделиться про этот канал. Ну, потом напишите мне, интересно вам было или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот и закончилась наша уборка ночная, можно сказать. Все такое чистенькое сразу становится, приятно так смотреть на все. И прям спать хочется идти с чистой совестью. Все, видите, досочки, кстати, пропитались маслом. Они такие стали гладенькие. Такой цвет у них насыщенный получился. Очень мне понравилась эта вещь вообще классная. Цветочки наши. Манго мы все-таки расковыряли, как мне посоветовали многие подписчики. И засунули туда семечку. Вон там она видна. То есть из коробочки вытащили ее и засунули туда прям такое зернышко. Наш компотик стоит здесь. Чайнички я обычно мою на ночь. И ставлю кусочек, чтобы с утра прийти и сразу заварить его. Ну, тут осталась и кастрюлька для каши у меня и чайник, собственно говоря. Вот, за окошком уже ночь. Темень непроглядная. Вон машинки еще ездят какие-то. А у нас уже все байки легли. Даже наш Мартин. Он у нас вообще любитель на кухне поспать. Так что, дорогие мои друзья, всем спокойной ночи. Спасибо за просмотры. Очень мы вас любим. И надеюсь на скорую встречу. Так что, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Не удержалась и решила вам показать, как спят детки. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки нравится мне, когда в комнатке вот так вот просторно. Елка волшебная. Просто я бы сама под ней спала с удовольствием, с большим. А в окошке уже темень. Все спят на улице. Никого нет. Просто полочку поставили. Вот эту надо будет ее повесить все-таки на стену. Санавесочки, игрушки. Ну, вот такая просторная комната получилась. Там кресло я поставила. Завтра в школу вставать рано, тихо на.